Волнение на рынке седьмой километра. Предприниматели заблокировали подъезд к одному из складов, с территории которого, как они утверждают, неизвестные ранее вывезли несколько фур с их товаром. За два дня так и не удалось достоверно установить, кто проник на склад по адресу Базовая 3. На месте событий побывал Александр Павлуев. Вторник, сумерки. Район промрынка седьмой километр. С самого утра здесь неспокойно. Предприниматели, в основной массе представители афганской диаспоры и несколько выходцев из Китая, перекрыли выезд из складских помещений на улице Базовой 3. По словам людей, это вынужденная мера. Неизвестные, в том числе люди в масках, проникли на территорию склада и не пускают предпринимателей к их товару. Я тоже сам не знаю, что тут натворится, какая органа пришли и там товар у людей заберет, на какое основание берет. Ничего не предоставляют, и там двери закрыты, никого не пускают. Я гражданин Украины, частный предприниматель. Плачу каждый месяц полностью налоги. Все необходимые документы у меня есть. Они говорят, что хотят наш забрать беззаконный товар. Хорошо, у меня какое-то нарушение. Пожалуйста, представьте-ка мне, какое нарушение, я заплачу ее, правильно? А так забрать, как будто мы живем в лесу. Сильнее съедает слабого. Это невозможно так делать. А кто они? Как утверждают предприниматели, неизвестные в масках вскрыли складские помещения и вывезли несколько фур с товаром. Зашли, я не видел, но говорили ребята, что зашли с болгарками, они вырезают этого... Ломают двери, да, и заходят 6 фур утром, или сколько фур утром? Говорят, что 6 фур. И вечером тоже. Но это так как, по какому закону? Я пришел, мой склад вскрыт, и машина груженная стоит, и я сказал, это мой товар. Попытка обратиться за объяснениями к людям, которые расположились на территории склада, успехом не увенчалась. К журналистам так никто и не вышел. Предприниматели провели у ворот всю ночь. Добиться конкретной информации, что происходит на складе, следственные действия, обыск, либо что-то еще, им не удалось. В любом случае торговцы намерены отстаивать свои права в установленном законном порядке. И мы будем местной прокуратурой написать заявление, и мы будем местной суде написать заявление. И мы свои права покажем, как граждане Украины, как мы предприниматели. АТВ следит за развитием событий.